Внимание! Внимание! Начинаем переборку с борта самолёта Ю-18. Загладывает заместитель начальника лингвистической пары Кавказской экспедиции Михаил Егорович Алексеев. Пожалуйста, Михаил Егорович. Итак, мы на борту самолёта Ю-18. Под нами сейчас проходят белые облака. Да, и зрители могут это увидеть на своих экранах. К сожалению, радиослушатели лишены этого замечательного зрелища. Но ничего, поживём, увидим. Вот уже 75 минут наш самолёт находится в полёте. За это время он ещё не успел сделать ни одного ветка вокруг Земли. Участники Кавказской лингвистической экспедиции чувствуют себя хорошо. А вот проходит успешно. Он, очевидно, имеет очень большое значение для нашей вообще аналогии, в частности, языкознания. Вот, например, сидящий со мной Александр Павлович Парулин читает книгу «Майтинские документы в языках разных систем». Книга, как видно, его очень заинтересует. Покажите. Вот немалую пользу нашего по науке. В 14 часов 48 минут и последующие 10 минут пассажир Парулин вёл научные размышления. А пассажир Михаил Алексеевич Егоров наблюдал за ним в это время. В последующие 10 минут пассажиры поменялись ролями. Михаил Алексеевич, простите, Михаил Егорович Алексеев наблюдал, ну, простите, размышлял, а пассажир Парулин наблюдал за ним во время размышлений. Я думаю, что этот эксперимент будет иметь большое научное значение. И вообще подобного рода эксперименты имеют, так сказать, большое будущее в нашей науке. По полётам, по полётам, по полётам, Билл-18, сейчас сидит весь физиологический пассажир. Многолюдно сейчас в психотроме. Все радостные, возбуждены. И вот, перед отлётом, участникам Кавказской мероприятической экспедиции обратился с напутственным новым веканцинологического факультета профессор Алексеевич Сыковов. Вот что он сказал. Я думаю, товарищи, что вы высоко пронесёте через физиологического факультета, выше облако. Хочу пожелать, чтобы обеспечение мукой было бесперебойным. КОНЕЦ 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 Много лет назад кинологский народ за горой Кетчи жил. Развалины того селения и сейчас можно видеть там. Старики рассказывают, что много лет назад страшное землетрясение было. Почти все в селении бывшие дома и люди в землю провалились. Но мёртвые останутся мёртвыми. А живые с этого страшного места ушли и выбрали себе холм, на котором сейчас хинолог стоит, и там остались. Эти люди стали хну выращивать и продавать. Поэтому селение хренолык называется. Селение хренолык Селение хренолык Селение хренолык Селение хренолык Селение хренолык Селение хренолык Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и многочасовой, рутинной работой, когда он в 90-й раз прокручивает свои вопросы при свете керосиновой лампы. Но он обучается знанию живой человеческой речи, чего не могут получить те, кто только лишь читал о них в книгах. Он ведет приятную, удивительную жизнь на дорогах и находит новый мир друзей среди доброжелательных мужчин и женщин, которых он встречает в своих путешествиях. Субтитры создавал DimaTorzok В теле брошусь сбешенной с крыши Нотр-Дам С межязычным приветственным криком Огнему кавказскую деволуской улицы Риги И останусь один на один с ужасом в глазах хинолупца И междометьем тоски, так и не переведенным на русский язык. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 ДОН РЕБА ДОН РЕБА ДОН РЕБА ДОН РЕБА ДОН РЕБА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok